Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И поэтому у человека, да, часто есть противоречия, часто есть противостояния. Ну, естественно, противостояния будут, и в этом нет ничего страшного. Потому что тот, кто у нас больше того, кто в мире, не забывай об этом. Потому что Бог за тебя, Он сражается с тобой. Ты не один. Когда-то ты был один, да, ты погибал, ты был во тьме. Дьявол мучил тебя, угнетал, гнобил тебя, прессовал тебя, не зная, что он там с тобой делал, да. Но ничего доброго не было. Потому что воля дьявола какая? Украсть, убить и погубить. Вот его воля. Но у Бога совершенно противоположная воля. Поэтому, друзья, придя в его дом, в его царство, он говорит, «Научитесь доверять мне, научитесь открывать свое сердце для меня, научитесь слушать меня». Поэтому так важно приходить в дом Божий, как быть готовым к слушанию, к слышанию. Аминь. Вообще очень важно, я считаю, готовиться перед тем, как мы идем в дом Божий. Знаешь, многие люди, они не готовы. Они не готовы, они просто забегают или пробегают мимо церкви. Вот он шел в трениках, в трениках забежал и в трениках убежал. Знаете, есть разница даже в мире. Вы видели разницу, как люди ходят в кино и как ходят в театр? Есть разница или нет? Посмотришь, в трениках в театр пришел. Говорят, ты что там попутал, да? Потому что там другая культура, да? Ты зашел в кино, там темно, ничего не видно. Какой ты пришел, какой ты ушел, да, незаметно. Столько зашел, свет погас, все. Но когда ты приходишь туда, где есть свет, А мы ходим во свете, написано. Мы в царстве света. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были приготовлены. Чтобы нам не стыдно было в этом царстве света. Чтобы мы достойно выглядели. Потому что мы дети царя царей. Мы дети Божьи. Аминь. Поэтому детям Божьим следует готовиться, чтобы приходить в Дом Божий. Готовиться, чтобы приходить в Дом Божий. Готовить свое сердце. Готовить свое состояние. Для чего? Для того, чтобы ты стал доброй почвой. Мы сейчас видели свидетельство. Максим с тяпкой. Максим с тяпкой молодец. И вот нам надо быть с тяпкой. Потому что мы знаем, что в идеале нету доброй почвы. Притчу, которую говорит Иисус о сеятеле. Каменистая. Тернии. И только одна была добрая почва. Понимаешь? Это сердце. Если сердце каменное. Если оно в обидах. Оно закрытое. Человек пришел обиженный. Недовольный. Ему это не нравится. Ему вот это не нравится. То не нравится. Он сидит, слушает. И ничего не получает. Почему? Каменное сердце. На каменистой почве ничего не растет. Ничего не получается. И может быть он пришел сюда злым. А еще злее. Он что стал о финансе. Говорит. О финансе это вообще. Не трогайте эту тему. Это больная. Больная тема для меня. Ну если больная. Конечно. Если у тебя где-то болит. Там даже прикоснуться страшно. Да? Но Бог хочет исцелить тебя. Если эта тема у тебя больная. Бог говорит. Тем более тебе надо слушать. Тем более тебе надо открыть свое сердце. Потому что он послал слово свое. И исцелил их. Аминь. Бог хочет исцелить нас. Поэтому. Да. Какое сердце. Какая подготовка. Если в терниях мы читаем. Тернии. Да. Это у тебя всякие заботы. Беспокойства. Страхи. Ты сидишь здесь. Но ты весь в заботах. Ты сидишь здесь. Но ты не слышишь. Не слышишь слова. Потому что. Ты думаешь об этом. Об этом. Об этом. Об другом. Еще другое. И все это что это? Это запутывает тебя. Эти тернии запутывают тебя. И опять что? Ничего. Ничего не выросло. Ничего не получилось. Ничего не произошло. И кто-то говорит. Да. Я так и знаю. Я уже ходил в церковь. Я там давал десятины. Я да-да-да-да. И ничего. Да-да-да. И люди иногда думают. Да. Действительно. Он же ходил там. Но знаешь что мы не знаем. Зачастую мы не знаем. А что было в церкви. Что было в сердце человека. Аминь. Что было в его сердце. Как он ходил. Как он слушал. Сидел. С каким он сердцем сидел. Слушает. Потому что если сердце не приготовилось. Оно не добрая почва. Ну да. Сеятель выходит. Сеятель регулярно сеет. Но нет результатов. Ты знаешь. Дело-то и проблема-то было не в семени. А проблема была в почве. Аминь. Поэтому так важно готовить почву. Готовить сердце. И тогда слово принесет плоды. Тридцать. Шестьдесят. И даже во сто крат. Аминь. Даже во сто крат. И вот это вот говорит Господь. Да. Не сообразуйтесь с этим миром. Потому что этот мир в церковь не ходит. А если даже ходит. То просто ставит свечи. За упокой там. Или еще за что-то. Мы не так же ходим в церковь здесь. А? Вы по-другому приходите. У нас ни одной свечи даже нет здесь. Хотя бы зажгли бы что-нибудь. Хоть бенгальские бы огни зажгли. Мы приходим сюда по другой причине. Аминь. И мы должны ходить по другой причине. Мы должны приходить сюда, чтобы получить слово. Получить вот это семя. Получить откровение. Веру. Аминь. И тогда будут изменения. Поэтому когда люди мне часто говорят. Я там делал. Я ходил. А как ты ходил? А как ты делал? А как ты слушал? А какой ты был почвой? Аминь. Если ты был доброй почвой, 100% Иисус обещает, что у тебя будет урожай. У тебя будут изменения. У тебя будут благословения. Но если ты не готовился, не готовился к служению. Знаешь, просто так вот мимоходом. Ну так в церковь забегу. Потом у меня по магазинам. Потом мне то. Потом мне все. И как бы у меня план на день. Поэтому чуть что. Я уже все. Я быстрее отсюда убегаю. Мы только подняли руки. Говорят, некоторые уже испарились. Почему? Там надо это сделать. Но, знаете, мы забываем, что этот день принадлежит Господу. Это день Господень. Какой ты думаешь день Господень, когда только Иисус вернется за нами? Нет. Это день Господень. Это день специально для Господа. Аллилуйя. Отделяй его для Бога. Ни каких-то других проблем. Иначе ты в тирнях весь зарастешь. И ничего не получится. Ты знаешь, иногда смотришь какие-то фильмы. И там показывают, как вот семья, да, она приходила в церковь. Как они готовились. Как они одевались. Да. То есть, это было действительно какое-то торжество. Это было какое-то особенное событие. Не просто так мимо бежал, в трениках забежал. Там что-то посидел. Убежал. Дальше. У меня еще там то, то, то. Нет. Это особенный день. Это праздник. Это встреча с Богом. И ты думаешь, эти люди были обделены Богом? Нет, конечно. Потому что даже внешний вид, он говорит, как ты готовишься, да. Как ты. А если ты готовишься, значит, ты еще вчера думал, как я денусь, да. Как я буду, вот я должен помолиться. Мне нужно приготовить свое сердце. Мне нужно приготовить финансы. Мне нужно приготовить десятины и так далее. Это все есть часть служения. Аминь. Часть служения. Ты приходишь сюда и получить, и отдать. И это так установил Господь. Поэтому, если ты игнорируешь установление Божье, что получается? Ты игнорируешь сам себя, да. Ты игнорируешь то, что Бог хотел тебе дать, но ты не получил. Потому что, а, да, вот я как раз в этот день запланировал там на дачу, на рыбалку, еще там куда-то. Ты не можешь планировать день, который принадлежит Господу, вне Господа. Аминь. И если ты принадлежишь Господу, он говорит, это день для меня. Это так же, как финансы. Мы отделяем это финансы для Господа. И время мы отделяем для Господа. И день мы отделяем для Господа. Знаете, мы как-то были в Израиле, и мне увиделось такое, потому что там тепло, да, люди собираются. Вот евреи там после синагоги. Они идут с семьями, и они продолжают славить Господа. Они кушают, они поют и прославляют Бога. А люди у нас что? Прибежали, убежали и побежали. То есть, это день такой, который просто у них обычный день. Это не обычный день. Когда мы говорим, этот день сотворил Господь, я думаю, это особенный день, когда Он сотворил Его для того, чтобы мы были в Его доме, для того, чтобы мы были вместе, как семья. Собирались вместе, после служения собирались так же, продолжали общаться, говорить на духовные темы. Аминь. Это воля Божья для нас. И она блага, и угодна, и совершенная. Поэтому, если мы в воле Божьей, да, то у нас все, и у нас есть и благо, у нас есть и угодное, и у нас есть и совершенное. Скажи аминь. И это означает не сообразовываться с этим веком, с этим миром, потому что этот мир, он не идет в церковь. Этот мир идет в ад, мы знаем, да. Этот мир бежит куда-то там бегать, что-то делать. Но мы-то люди, взятые в удел, мы-то люди, которые отделены для Бога. Мы сказали, Господь, Ты наш Господь, Ты наш Господь, мы Твои дети. Да, Ты отделил, Ты посвятил себя, Ты принадлежишь Ему. Почему Павел, апостол говорит в римлянах, принесите себя в живую жертву. Жертва – это то, что ты отделяешь для Бога, ты отделяешь себя для Бога. Ты приносишь себя Бога. Я Твой Господь. Все, что у меня есть, принадлежит Тебе. Аллилуйя! Это и есть, что ты живешь под кровом Всевышнего. Ты знаешь, ты можешь читать эту молитву, но она бесполезная будет, если Иисус не Твой Господь. Если Он не Господин, то есть, если Он не покров, ты не живешь под покрытием. Ты не живешь в Нем, Он не твое убежище, Он не твое прибежище. Ты не находишься в Нем, как Иисус говорит, прибудьте во Мне, Я прибуду вас. Прибудьте. Не прибегите просто и убегите, да? Это не фастфуд здесь, друзья. Пришел, получил сосиску и убежал. Нет, Бог говорит, прибывайте и готовьтесь к этому пребыванию. Приготовьте ваши сердца, приготовьте ваши жизни и принесите их. Аминь? Принесите их. Это все говорит о том, что мы отделяем себя. Куда бежит мир? Зачем он бежит? Нет, Он говорит, ты не сообразуешься. Поэтому то, что касается финансов, друзья, это тоже у нас у всех в основном какое мышление? Мирское мышление. Правильно? А в мире никогда не говорят, ходи в церковь, молись, отдавай десятину, пожертвования. Говорят тебе в мире об этом. В мире говорят, наоборот, не ходи в церковь, у тебя деньги заберут. Они все, что хотят, твои деньги выкачать. Вот что говорят тебе в мире. Если ты приходишь с мирским мышлением, точно слушают, про деньги говорят. Точно мои деньги хотят забрать. Все мои 200 рублей. Всю мою огромную сумму хотят забрать. Я же такой богатый, как Рокфеллер. Вон сколько хотят у меня забрать. Друзья, Бог говорит, сначала ты даешь, потом ты получаешь. Аминь. Отдайте, и что? И дастся вам. Давайте, и дастся вам. Но мир говорит, нет, я ничего никому не отдам. И поэтому у меня ничего нет, потому что я ничего не отдаю. Слава Богу, что Иисус сказал, знаете, что Он сказал. Дух Господний на мне, ибо Он помазал меня. В первую очередь, что делать? Благовествовать нищим. Нищим благовествовать. Нищим нужна добрая весть, радостная весть. Какая весть? Что они уже больше не нищие. Разве это не хорошая весть? Нищета, друзья, это состояние ума человека. Нищета, говорит, я не могу. Я не могу давать, у меня нет денег. Я не могу служить, у меня нет времени. Я не могу любить, у меня нет сил. Я не могу прощать, мне все надоели. А что тебе говорит Господь? Ты все можешь во Христе. Ты можешь любить, ты можешь давать. Ты можешь прощать, ты можешь служить. Так или нет? Это означает, что Господь освобождает тебя от твоей нищеты. Поэтому он говорит, да, есть помазание от Духа Святого, чтобы нести свободу от нищеты, от этих ограничений. И дальше он перечисляет, исцеляет сокрушенных сердцем, да, отпустить измученных на свободу, пленников из тюрем. Это видел Господь состояние людей. Не то, что они все в тюряге сидели, сплошной гулаг в Израиле, да. Нет, он видел их сердца, он видел их мышление, он видел, как дьявол их угнетает и порабощает. Он видел то состояние, которое дьявол довел их, потому что они исполняли его волю, а не волю Божию, благую, годную, совершенную. Поэтому Иисус стал проповедовать, что помазание Духа Святого, оно разрушит это ермо. Потому что Дух Святой ведет нас в свободу, он направляет нас на путь жизни. И если мы откроем свое сердце, скажем, да, Господь, говори в мой дух, говори в мое сердце, мне нужна вера, мне нужно откровение, мне нужна победа. Бог говорит, значит, ты будешь меня слушать. Но если ты пришел закрытый, недовольный, только услышал эту тему, тебе сразу злость берет, тебе сразу негодование берет. Бог говорит, особенно тебе надо слушать, особенно тебе надо вылечиться, аминь. И пусть это слово, оно исцеляет нас, друзья. Слово Бог посылает не для того, чтобы нас осуждать или пугать. Его слово, прежде всего, написано, говорит, исцелять. Исцелять, да, там, где у тебя болит, там, где у тебя не получается, там, где у тебя плохо. Говорит, я посылаю слово, чтобы оно исцелило тебе. Я посылаю свое помазание, чтобы оно принесло свободу. Аминь. Слава Богу, скажи. Слава Богу. Поэтому, когда я иду к Богу, я радуюсь. Аминь. Что это, только у дел был царя Давида, когда я возрадовался, сказали, идем в дом Господний. О, я возрадовался, когда сказали, пойдем кушать. Я возрадовался. Чему ты радуешься, да? Если мы радуемся о Боге, мы тянемся к Богу. Аминь. Мы ищем Бога. Он нам нужен, он наш источник. И мы говорили, что Бог, он щедрый, да? Щедроты написано на всех делах его. Все, что делает Бог, это щедрость. Это обилие, да? Это изобилие даже. Поэтому, если мы верим в щедрого Бога, мы сами будем щедрыми. Потому что по образу и подобию Бог говорит, я хочу, чтобы вы были. Образ и подобие, это делать так, как делает Бог. Думать так, как думает Бог. Говорить так, как говорит Бог. Аминь. В этом выражается наша измененная жизнь. Не в том, что ты просто говоришь, вот я стал верующим. А каким ты стал верующим? А как ты живешь верою? Аминь. А как ты наполняешься Богом? А как ты отдаешь? Вот тогда это и есть показатель, насколько же ты верующий. Поэтому Господь щедрый. Скажи, Бог щедрый. Что обещал исполнить, да? Мы когда-то пели такую песню. Бог щедрый. Что обещал исполнить. На самом деле, Бог щедрый. Щедрость на всех его делах. И Бог хочет, чтобы его дети были тоже щедрыми. Щедрыми, друзья, щедрыми, щедрыми. Щедрость – это не только касательно финансов. Понимаете? Щедрость – это состояние нашей души, нашего разума. Аминь. Потому что богатство – это же не деньги на самом деле. Богатство – это состояние человека. Так же, как свобода. Знаете, можно быть и свободным в тюрьме, а можно быть не свободным и в свободной стране. Поэтому щедрость – это состояние сердца. И написано, что щедрость на всех его делах. Поэтому, если мы щедрые, мы можем людям дарить любовь. Мы можем помогать им, благословлять их, молиться. Даже если мы щедрые, мы прощаем людей. Если ты скупогрешный, я уже три раза его простил, больше не могу. Все. Все. Злость меня просто переполняет. Убью, если увижу. Помните, как они пришли к Иисусу и говорят, ну сколько же можно прощать? Сколько же можно? Он говорит, да, можно. Семь раз по семьдесят. Это разве не щедрость? Вот, щедрость на всех его делах. Поэтому даже в прощении нужна щедрость. Говорить хорошие слова муж, жене, жена мужу, детям. Это тоже щедрость, правда? Или кто-то даже доброе утро не может сказать. Разве это не скупость? Поздороваться не может. Разве это не скупость? Спасибо сказать не может. Разве это не ограниченность? Разве это не нищета? А щедрый человек, он делится, потому что от избытка сердца, говорят, уста. Избыток – это то, чем ты переполнен. Аминь. Ты переполнен радостью. Радость исходит из тебя. Если миром, мир исходит из тебя. Да, ни злость, ни страх, ни сомнение, ни подозрительность какая-то. Постоянно. Постоянно синдром чекиста у многих людей работает. Все что-то не то, неспроста пастор это говорит. Видать, задумал что-то такое. Будь проще. Аминь. Будь проще. Не зря Иисус говорит, будьте как дети. Будьте проще. Будьте открыты для Бога. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому, друзья, мы вспоминаем. Мы прочитаем сейчас одно еще место Писания. Его читали в прошлый раз, но я верю, это одно из ключевых мест Писания, которое нам нужно понять. И давайте вместе прочитаем 2 Коринфянам 8 глава. Апостол Павел говорит о македонских церквях. Он пишет так. Увидавляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским. О благодати Божьей, друзья. То есть, о духовном благословении, которое Бог дал этой церкви. Ты знаешь, есть разное благословение, есть разная благодать. Аминь. Например, царю Давида была благодать стать царем. Ведь он не был царем вообще. Он не учился на царя. Мы даже не знаем, ходил ли он в школу. Знаем, что он ходил к овцам, там работал постоянно. Но ходил ли он в школу, даже мы не знаем. А Бог ему дал что? Благодать быть царем. Гедеон, да, который был трусливый, прятался, боялся. Бог ему дал благодать стать смелым воином, военачальником, полководцем. Аллилуйя. Это же духовное благословение, правда? А ученикам, сколько Иисус ученикам говорил, да? Немного из вас мудрых. Немного из вас разумных, благородных, да, избрал Господь. Но почему он избрал? Чтобы слава Божия явилась. Аминь. Чтобы не плоть была прославлена, а Бог был прославлен. Поэтому это благодать то, что от Бога приходит в нашу жизнь. И здесь написано, да, это было особенное духовное благословение в их жизни. Благодать даяния. Аллилуйя. Что-то Аллилуйя так мало. У меня благодать принятия в основном. Благодать даяния, скажи. И что, друзья, давайте почитаем дальше. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью и глубоко нищета их преизбыточествуют в богатстве радушия. Ибо они доброходны по силу и сверх сил. Аллилуйя. Вы обратили внимание, как Слово Божье показывает. Вот давайте обратим внимание. Смотрите. Скорби какая противоположна? Радость. Скорби что противоположной скорби? Радость. Нищета какая противоположность? Богатство. Радушие. Даяние. Щедрость. Вот откуда это было? Знаете, как часто люди говорят. Знаете, если бы у меня были бы деньги, пастор, я бы давал. А так у меня нет денег, что я могу дать? Понимаете, вот это скорби, это то, что внешне. То, что на нас давит. Нам там в мире так все плохо. Там кризисы. Там то, там все. Здесь тоже написано, что у них было очень трудное время. Правда? Не написано, что они там просто, у них не знали, куда деть деньги. Куда деньги деть? Вот валит и валит, и валит, и валит. Уже все шкафы забили, уже все склады забиты. Не знаем, кому отдать. Говорит, вам не нужны деньги церкви хабаровские? И вот они думают, куда бы идти с этими деньгами, вот куда их деть? Нет. Написано, что у них было трудное время. Скорби. Да. Скорби. 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 А у них внутри что было? Радость. Друзья, вот это преимущество христианства, настоящего христианства над всем остальным. Потому что в тебе Христос упование славы. В тебя жизнь. В тебе мир. В тебе свет. Да. Здесь, внешне, там то, другое. Плохо, темно, грязно. Там все давит, что-то там плохое. Страхи пугают. А ты говоришь, а я нет. А я нет мира сего. Аллилуйя. А я свет этому миру. Аминь. Потому что внутри у меня Господь. Внутри у меня радость. А как многие люди, они не могут радоваться. Поэтому они только пока кинокомедию не посмотрят, им веселее не становится. Мы тогда зависим от внешнего, но не от внутреннего. Но Царствие Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. А где Царствие Божие? Царствие Божие внутри вас. Вот, говорил апостол Павел, вот где их сила, Христос их сила. Новая жизнь, спасение их сила. Поэтому они не смотрят на обстоятельства. Да, того нет, всего нет, все плохо, все не так. Нет, они смотрят на Христа, который живет в них. На свет, который светится в них. Поэтому они это делают с радостью, да? С радостью или нет? Тут вообще написано, приизобилуют радостью. В другой период, говорит, беспредельная радость. Вот как они жили, а? Вот как они радовались. Аллилуйя. Вот как они были свободны, они не ныли, не жаловались. Они радовались, что Господь Иисус, их Господь. Слава Богу. И дальше написано, что глубокая нищета их преизбытую чувствует в богатстве их радушия. Они не смотрели, что у нас ничего нет. Они говорят, всегда есть. Всегда есть что-то, что дай. Я однажды читал про Кейнта Копланда. Он говорит, однажды я тоже был на служении, нужно было что-то дать. Так хотелось дать, ничего нету дать. Я оторвал пуговицу и дал пуговицу. Надо было что-то дать. Говорит, я бы рубаху снял. Ну, не так бы меня, наверное, поняли. Я бы вообще все отдал из-за любви, да? И ушел бы такой вот, какой есть. Дело в том, что Бог смотрит, как ты даешь. Аминь. Или ты говоришь, я не могу дать. Тогда мы ищем оправдание, извинение, что я не могу. А когда говоришь, я могу, ты всегда увидишь, что ты можешь. Что у тебя получится. Потому что Бог самый великий даятель. Самый щедрый. И Он в тебе. Он побуждает тебя давать. Понимаешь? Почему написано благодать? Это благодать Христова. Это Дух Христа в нас. Он надал свою жизнь. Он хочет давать. Он говорит, блажение давать. Этот мир-то не так устроен. Говорит, блажение получать. Вы что говорите? Вы о чем тут рассказываете? Нет, этого не может быть. Но Христос, который в нас говорит, это другая жизнь. Это то, что пришло с небес на землю. Это то, что пришло в твой дух. Это то, что сделало тебя новым творением. И старое все прошло. Поэтому ты можешь. Но не сообразуйся с этим миром. Не думай, как этот мир. Думай, как думает Бог. Действуй, как действует Бог. И дальше написано, друзья. И весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святым. Убедительно просили. Понимаете? Ну, возьмите. Не, не, нам не надо. Нам не надо. Возьмите же. Возьмите, да? Люди обычно говорят, не надо, значит, надо. Я сэкономлю. Мне больше достанется. Так говорит такое мышление мира, да? И знаете, мы тоже иногда смотрим, например, человек небогатый. Мы думаем, ну, не, не надо, не, за что? Тебе и так ничего там. Тебе и так мало. Тебе самому не хватает. Но это неправильное мышление, друзья. Почему они убедительно просили? Они говорят, возьмите. Ну, возьмите же. Ну, возьмите же. И кому вам я говорю, возьмите? В другом переводе написано. Они со всей настойчивостью непрестанно просили нас. Не было понимания, что если они не отдадут, они не будут благословлены. Другими словами, они говорили, не лишайте нас благословений. Не лишайте нас радости и даяния. Не мучайте нас, возьмите. Слава Богу, да? И поэтому апостол Павел приводит в пример македонские церкви, церквям в Коринфе, потому что она написана в послании к Коринфинам. Как хочется, чтобы Бог и нас приводил в пример, да? Вот, говорит, церкви хабаровские, вот они такие радушные, вот они такие даятели, вот они вот такие, да? Это же действительно такой пример, который должен был вдохновлять других верующих, вдохновлять нас, что мы смотрим не на проблемы, не на обстоятельства, а мы смотрим на Бога, который дает нам все обильно для наслаждения. Аминь. Скажи, Бог дает обильно? Увереннее. Увереннее говорите, друзья, говорите увереннее, что то, что вы говорите, то вы получите. Аминь. Кто-то говорит, я уже хочу кричать, Господи. Кричи, если надо, аминь. В Артемею он так орал вообще, например. Он так хотел прозреть, у него было такое сильное желание, что он орал там, просто орал. Он не просто кричал, у нас написано там громко, но видно, он так кричал, что там уши резало. Говорит, ты что, давай потише. Не надо, говорит Господь, потише, да? Не надо потише, если хочешь, давай, давай, кричи, потому что это, говорит, о твоем желании. Аллилуйя. У тебя есть желание давать? Аминь. О, слава Богу, пробуждение начинается. Слава Богу. Поэтому, друзья, они убедительно просили. Так здорово, да? Так здорово, что они были написаны по силам, как давали. И еще сверх сил, сверх возможностей, да? По-английски это как супер, да? Сверх чего-то. Как же супер, как даешь? Чтобы ты давал-то, чтобы у тебя было супердаяние. Аминь. То есть давали, это были супердаяния. По силам, ну я дал и дал, как бы меня это не напрягает. Но сверх сил, это уже по вере. Сверх сил это по благодати. Это такие радикальные даяния, друзья. Радикальные даяния, они действительно радикально нас и меняют. И они приносят радикальные благословения. Кто хочет радикальные благословения? О, уже больше людей оживилось. Пробуждение начинает действовать. Так вот, да, должны быть радикальные даяния. Ты знаешь, мы женой даем уже и служим с 90-х годов. И я вижу, что мы не обеднели, слава Богу. А у меня тогда ничего не будет. У меня нечего давать. Ничего не... Я не вижу, что мы стали хуже жить. Что мы стали беднее. Наоборот. Бог благословляет, благословляет и благословляет. Аллилуйя. Я не хочу, чтобы это останавливалось. Потому что я уже благословен, больше не надо. Нет. Бог говорит, давайте. И вам еще дастся. И ты будешь богат на всякое доброе дело. Аминь. Но ты знаешь, Бог говорит, если ты хочешь победить дух мамоны, надо делать радикальные даяния. Аминь. Как здорово, да? Когда люди приходят благодарные. Когда люди хотят поклониться Богу. Так здорово, что Бог не забывает все наши даяния. И Он говорит, и вы не забывайте мои даяния, да? Субтитры подогнал «Симон»